Становись шагами теперь. Пять вперед, пять назад и Запорожский спас. Делать ночи. Четыре раза в неделю на одном и том же месте. Тренировки почетного караула кубанского казачьего войска выглядят так же эффектно, как и парадное выступление. Занятия проходят на Соборной площади Краснодара, лицом к памятнику Екатерине II. С шашкой на гало казаки оттачивают все движения до автоматизма. Чтобы научиться так владеть орудием, может уйти до одного года. Развивается очень сильно кисть. Шашка, так как она не очень легкая, она порядка где-то полутора килограммов весит. Варьируется от килограмма до полутора. Поэтому очень сильно кисть, предплечье развивается. Плюс все элементы делаем синхронно, большим количеством людей. А для этого должно быть развито периферическое зрение. Чтобы попасть в почетный караул, нужно соответствовать строгим критериям. Рост не ниже 175 сантиметров, возраст до 32 лет, отсутствие татуировок. Желательно военная служба за плечами. Также кандидат должен состоять в казачьем обществе. Несмотря на все требования, в почетный караул выстраивается очередь. На сегодняшний день у нас вакантных должностей в карауле нет. Все заняты. И в резерве подходят люди. Мы их просто ставим в резерв. Где-то человек 10-12 у нас еще в резерве. То есть молодым людям нравится и интересно работать во взводе почетного караула. Впервые почетный караул Кубанского казачьего войска заступил на службу в 2006 году. Уже 10 лет подряд, ровно в полдень, воскресные и праздничные дни. От памятника Екатерины II почетный караул начинает свой марш по главной улице Краснодара. 77 человек движутся к памятнику 200-летия Кубанского казачьего войска. За прошедшее десятилетие почетный караул стал элитой Кубанского казачьего войска. Подразделение, состоящее из пехоты и конницы, не только марширует в воскресенье, а в центре Краснодара. Масштабные парады и праздники в регионе уже не обходятся без казаков. Для них даже форму воссоздали с исторической точностью. Мы пошили по единому образцу форму первой и второй сотни Лейбвардии и его императорского величества конвоя. Такого подразделения среди всех 11 реестровых казачьих войск России больше нет. Кубанское казачье войско является гордостью Краснодарского края, а вы его украшение. Я вас поздравляю с сегодняшней датой, всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, так держать. В честь юбилея элитного подразделения казаков за службу медалями и грамотами наградил губернатор. Вениамин Кондратьев заметил, почетный караул не просто театрализованное шоу. Это живое напоминание о роли казачества на Кубани. То, что вы демонстрируете во время церемониалов, парадов, торжественных собраний, мероприятий, оно нужно не только, наверное, гостям нашего края и жителям. Это нужно детям, нашим детям, которые видят, что традиции, верность, вера, культура живет сегодня в нашем народе, живет в этих бравых парнях. Сегодня вы то лицо Кубани, казачьей Кубани, которое ни в коем случае нельзя ни запачкать, ни уронить. Когда смотришь на вас, на самом деле дух захватывает. Казачество сегодня действительно не антураж. Серьезно воспринимают его и в Москве. Росгвардия подготовила поправки в федеральный закон, согласно которым казаки смогут охранять госучреждения. Это еще раз доказывает, обращает внимание губернатор, что на Кубани сделали правильный выбор – сохранять свои традиции. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.